Друзья, это вообще никакая не реклама ни теххрима, ни травматического оружия. Просто как факт, очень интересно, что оно точное. Вот мы постреляли на 10 метров. Это новая партия патронов. Если отрыв убрать, то вообще отлично получается на 10 метров группа. Вот прицельная стрельба старой группой патронов. Я не буду старые и новые показывать. Вот одни из таких. Еще раз говорю, не реклама, не реклама. Но самое интересное, смотрите, куда мы стреляем. Мы стреляем на 30 метров. Вон там мини-мишень IPC. И на 30 метров попадает. Это я шокирован. Знаете, я из пистолета раньше не мог попасть в мини-мишень на 30 метров. А теперь прицельные приспособления настроены. То ли специально так, то ли нет. Но мне, наверное, в шутку сказали, что почему бьет ниже. Потому что, типа, если стрельнешь в лицо, чтобы под уголовную ответственность не попасть, попадет в грудь. Поэтому приходится целиться в верхнюю картонку. Ага. И теперь давайте проследуем. Прямо одним кадром зайдем туда и посмотрим. Нет, нет. Ну вы гляньте. 30 метров. Целишься сюда. Он прилетает ниже, то сюда. Этот, видимо, то ли порох, то ли что. Но все равно в мишени, но там в самом низу. Но это что-то, парни. Это просто снайперский пистолет. Что это за модель? Это P226T, TK PRO. Калибр 10х28. Пистолет Grand Power T12 использовал тот же калибр, но такой точностью не отличался. Другая серьезная проблема. Это неподача патронов, постоянное перекашивание. То есть что-то было с рампой, он постоянно забивался. И, в общем, те, кто занимается травматическим оружием, вроде бы вальцевали горлышко, чтобы он лучше заходил в патронник. Мне понравилась тема техприма с двухкалиберностью оружия. Карабины 509-510, там, где у тебя есть и 9х19 в одном и том же оружии, и 345-й. Нет стажа, покупаешь 345-й. Есть стаж, покупаешь 9х19. Кстати, вот здесь нажмете и увидите обзор этих двух карабинов. Проверим. Мы посоревнуемся между собой. И ставки у нас здесь будут не то, что там винтовки какие-то, дорогие призы. У нас будет гамбургер. Прежде чем соревноваться, мы сравнили травматическую и огнестрельную версии пистолетов на средней дистанции. Обратите внимание на большую разницу в отдаче. Тут показано очень наглядно. Кучности чуть попозже. Третий пуля в пулю. Четвертый и последний. Что касается кучности. Так попадания выглядят равнозначными. Но на самом деле, конечно, тут группа лучшая. Там был откровенный отрыв. А здесь без отрывов все уложилось в 5 сантиметров. Но чем сильнее будет увеличиться дистанция, тем сильнее будет результат разниться. Потому что легкий шарик от травматического патрона очень быстро теряет свою инерцию. И, соответственно, по действиям воздуха и гравитации он гораздо раньше опускается вниз. Ну а теперь к соревнованиям. Возьмем два одинаковых резинострела. Я выбрал тактикульный зеленый, а Иван страшный черный. Следующее упражнение нашего соревнования. Ночной билдрил. Ночной билдрил. Почти как обычный билдрил. Только ночной. Только ночной. Чем мы делаем? И без кобуры. Максимально быстро 6 выстрелов в одну мишень по сигналу таймера. Замеряем время. Это же травматическое оружие. Это оборонное оружие. Реальная ситуация, когда на тебя летит страшный наркоман или зомби. И нужно достаточным количеством огневой мощи остановить его и позволить добежать до тебя. 6 выстрелов. Дожидаемся, пока он будет на 6 метрах, ждем сигнал таймера и стреляем. Сигнал таймера. Кто быстрее это сделает, тот победил. Я специально даже снял, чтобы показать лучший результат. Вань, я... Самозводом, да? Самозводом. Самозводом. Тут есть декокер, который снимает с боевого взвода. Фух. Готов. Готов. Внимание. Время 2.53. Еще один. Еее. А какое у меня время было? 2.53. 2.53. Стрелок готов? Да. Внимание. Если закончил разрядить, все попадания есть. Немного одно оторвало, так даже группу сформировало. Время 3.39. Я очень долго выцеливал первый, я выстрелил его, посмотрел поверх прицельных, что там, и продолжил стрелять. Я нисколько не фанат травматического оружия, и к нему отношусь довольно скептически. Но мы столкнулись с травматическим оружием совсем в других обстоятельствах. Вы подумаете, мы расскажем сейчас ситуации, возникшие на дороге, но дело было в Костроме. Было дело. Травматического оружия у меня никогда не было. Но с пистолетами спортивными дело имел часто. И тут, когда пришло у нас время поучаствовать в соревнованиях, пострелять из пистолетов, поиграть в крестики-нолики, была возможность выбрать пистолет. То есть на выбор несколько вариантов было. Я выбрал, разумеется, пистолет, у которых были удобные прицельные приспособления и хороший спуск, без провалов, без ступенек. Да, вот ты нормально так загнул. Поиграть из пистолета в крестики-нолики. Заход. Если кто-то начал смотреть с этого момента, наверняка его внимание было привлечено. В Костроме проводились соревнования в рамках блогерского большого такого сбора. Одним из упражнений были те самые крестики-нолики. Стояли мишени. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И каждый стрелок имел один выстрел. И каждый стрелял по очереди. И надо было нарисовать линию этими выстрелами. Ну, то есть, правила крестики-нолики все знают. Здесь то же самое, только вместо зачеркиваний крестиков и ноликов ты поражаешь соответствующий квадрат. Итак, выбор дошел до пистолетов. Нам на столе лежали несколько моделей. Да, причем размер этих квадратов буквально 10 на 10, наверное, может быть даже больше. И, ну, думаю, дистанция 5 метров, попадать проще простого. Поэтому выберу удобный себе пистолет, который позволит мне нормально там не дергать сильно. И без проблем сейчас отстреляюсь. Какой-то там был на основе Макарова. Да, что-то на основе Макарова, по-моему, даже какой-то удлиненный. Ну, не суть. И в чем прикол, почему ты его выбрал? У него были удобные прицельные, тонкая мушка, вот, достаточно. И хороший УСМ. То есть на 5 метров, в 10-сантиметровом мишени. Да, но так как разброс по УСМам был очень большой. То есть были УСМы, которые достаточно качественно работали, а были вообще-то топорно сделаны достаточно. Удобные. У меня небольшая рука. ПМ мне достаточно легко в руке лежит. Думаю, все, проблем у меня с ним не будет. Как-то я по поводу пистолета вообще даже не морочился. Думаю, ну, это самая простая часть. И когда я делаю первый же выстрел, я, насколько помню, первым выстрелом попал, поразил свою цель. Но в самый край. Я был удивлен тогда. Очень странно для меня это показалось. Но потом, когда я стреляю в один из квадратов и попадаю в соседний, вот тогда я очень сильно удивился совсем. Я понял, что травматический пистолет на самом деле очень неточный. Ну, ты видишь, это поздно понял. У меня было два травматических пистолета. Первый Grand Power T12, который в свое время считался лучшим из лучших. Словацкий, в общем, супер пистолет. И второй пистолет, это обрезанная оса, все о ней знают. И оса, ну, была неточная. Но Т12, в принципе, попадал. Метров с восьми можно было со второго выстрела сбить коробку, вполне уверенно. Ну, не спичечную, но как минимум коробку от сигарет. Я думал, что это максимум, что возможно. Но дальше дела обстояли следующим образом. Я на том же соревновании выступал последним. А Иван, когда стрелял из пистолета, он был первым. И он еще не видел. Все начали брать один и тот же пистолет. Вот такой вот пистолет от компании ТехКрим. И, друзья, это не реклама. ТехКрим нам не платит. Это никакое не рекламное видео. Это реальное наблюдение. Пистолет похожий на Зигзавр П226. Все начали брать. Все начали, кто его выбирал, всегда выигрывали. Доходило до того, что оба стрелка выбирали. И когда мы уже с Максимом заходили туда, мы оба выбрали один пистолет. И мы передавали этот пистолет друг другу, потому что никто не хотел стрелять из другого оружия. Это было показательно. Это был единственный, действительно, точный пистолет. И промахнуться из него было невозможно. Я, кстати, тогда проиграл совершенно справедливо. Но я при этом ни разу не промахнулся. У меня все попадания были четкие. Просто я не умею считать до трех, не умею построить линию. Такая проблема. Две проблемы. Не могу построить линию и не знаю, куда деваться от женского внимания. Ради справедливости стоит сказать, что это не единственный полуточный пистолет. Пистолет один? Пистолет один, да. Револьвер был еще один точный, что удивило очень сильно. Еще одно упражнение на сегодня. Эль Президенте. Реальная ситуация самооборонная. Я почувствовал угрозу, мне нужно следить перчатки. Он почувствовал угрозу, поэтому меняет перчатки. За спиной находятся три неприятеля, три террориста. Я президент, и он меня должен защитить. Я должен крикнуть. Цель! И у меня сразу запикает таймер. Он разворачивается, убирая куртку тактически. Досылает патрон в патронник. И далее поражает трех врагов. После этого не заканчивает. Меняет магазин. Вставляет и поражает еще дополнительно трех врагов. Всего двенадцать выстрелов. По четыре в каждую мишень. Чтобы вообще не повадно было на презенту нападать. Три человека. Будь осторожен. Метр между ними. Рост метр восемьдесят. На шесть часов. На шесть часов. Ну, где-то на полдевятого еще. Стрелок. Силохранитель готов? Готов. Внимание. Цель! Это была очень долгая перезарядка. При этом ты сдал, по-моему, инструкторский норматив. Хотя с Дельтой, наверное, не сдал. Но время менее 12 секунд. Одиннадцать шестьдесят девять. Самое интересное. Все прекрасно попало. Я убирал магазин в левый карман. И перед началом, он у меня глубоко сидел в левом кармане, и я решил переложить в правый. Соответственно, когда стал перезаряжаться, я понял, что у меня в левом кармане ничего нет, и стал искать, где он вообще. То есть виновата какая компания в том, что ты так долго перезаряжался? Конечно же, пять-одиннадцать. Слишком много карманов. Одиннадцать шестьдесят девять. Это мой классический синдром последнего выстрела. То, что я последний выстрел обычно куда-нибудь бросаю, непонятно куда, потому что... Ты в Дельту его бросил. Да, потому что в голове я уже закончил упражнение, и все... Готов? Внимание! Цель! Спаси меня! Спаси! Ты сделаешь что-нибудь! Не считается, террористы! Моменто! Готов? Да, господин президент. Внимание! Цель! Они наступают! Вот там был пейл! Да, если закончил разрядить, показать... Попал ли я? Всех террористов расстрелял, да. Что было? Одиннадцать сорок один. Я поджал затвор и проиграл тебе? А мы сейчас узнаем, что было. У нас есть повтор. Я не наступаю! В ходе соревнования я нашел и недостатки. В данном случае произошла осечка. Капсуль не воспламенился после накола. Если говорить о недостатках этого пистолета в целом, то обратил внимание на следующий. Это длинный и невнятный спуск. Мало того, что он тянется почти бесконечно и срыв курка происходит только в самом-самом конце, так еще и усилие великовато. Для спортивного пистолета это минус. Этот спуск больше похож на работу ОСМ служебного оружия, где важнее обеспечить безопасность и исключить выстрел при случайном нажатии. В итоге, впервые я встретился в своей жизни с настоящим точным пистолетом. Позже я стал обращать внимание, я с ребятами, которыми занимаюсь, они, некоторые, носят драматическое оружие, и у них тоже пистолеты именно этой модели. Ну, поскольку я раньше занимался практической стрельбой из пистолета, я много прочитал всякой информации. Очень долго, наверное, в течение, наверное, месяца я изучал, какие травматические пистолеты имеют самый больший ресурс и самую высокую точность. Из всех возможных вариантов было два. Grand Power T12, который держал до реформы, который со стволом без зубчика, просто суженый. И второй вариант был вот этот 2.26, он же Zygzaur. И почему выбор пал на него? Стоит раза в три дешевле. Во-вторых, по заявлениям с форума и с владельцев, ресурс у него все-таки побольше, чем у Grand Power. И он поточнее на дальней дистанции. Так к чему вся эта предыстория? К тому, что люди, которые занимаются, если не практической стрельбой, то IDPA, оборонной стрельбой, у них есть реальная возможность иметь пистолет дома, тренироваться с ним, например, на стрельбище поехать куда-нибудь в Патриоты, там потренироваться со своим собственным оружием. И подстрелять уже из настоящего пистолета в калибре 9х19. Кроме того, есть возможность стрелять IDPA-ные матчи, и там, я думаю, точность играет не самую слабую роль. И имея такой пистолет, свой собственный, с которым ты холостишь, ну, патроны не такие уж доступные, дороговатые, но в целом на соревнования можно потратиться. С ним можно полноценно тренироваться. По три керамических тарелки для каждого. На дистанции примерно метров 7. Начинаем стрелять по сигналу таймера. Кто первым поразил все свои три мишени и контрольную, тот победил. Ну, держись, Вань. Приготовились. Внимание. Ну, если эта тема с травматическими пистолетами, в принципе, интересна, мы можем сделать обзор еще вот такого замечательного пистолета, тоже травматического ТК-1911, который сделан по мотивам того самого легендарного кольта. Подписывайтесь, ставьте лайки. Конечно же, заходите на Патреон, чтобы увидеть еще дополнительные интересные видео, которые доступны только там. И увидимся снова. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ